Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семена Чемоданов. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписывались и впервые попали на наш канал. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Лето закончилось, и это не повод закрыться дома, углубиться в работу и забыться. Не-не-не, еще сентябрь, еще октябрь, в каких-то местах нашей России бархатный сезон, ну да и в принципе осенние путешествия, это тоже кайф. Так вот, как мы провели лето, я создал классный фильм, который вы можете посмотреть по ссылочке под этим видеороликом. Зацените, получилось очень клево. Я очень надеюсь, что данный видеоролик смотивирует многих начать путешествовать и не сидеть дома. А сегодня мы вместе с вами перенесемся из вашего города на замечательный полуостров Крым, а именно в Ялту. Совсем недавно также на нашем канале вышел выпуск про топ-5 мест, которые стоит посмотреть, если вы выберете отдыхать в Ялте, да или в принципе будете проездом. Ссылочка также в описании. Сегодня мы будем говорить с вами не про саму Ялту, а конкретно про гору, про самую высокую точку в Крыму, гора Айпеды. И многие из вас сейчас скажут, а что такого-то, ну гора да гора. Нет, ребята, здесь есть что посмотреть, есть куда сходить, есть штуки поэкстремалить, есть штуки очень круто провести время. Поэтому мы прямо сейчас вместе с вами перемещаемся на самую высокую точку Крыма, гора Айпеды. Но перед этим нажмите лайк. Погнали! Первая это канатная дорога. Пассажирская канатная дорога Мисхор-Айпеды является визитной карточкой южного побережья Крыма. Она связывает плата Айпеды с туристическим райотом Мисхор вблизи города Ялта. Дорога включает в себя три станции. Мисхор это нижняя станция на высоте 86 метров, где собственно вы купите билетик. Сосновый Бор это средняя на высоте 304 метра. И Айпеды верхняя на высоте 1152 метра. Детский билет на нее стоит 250 рублей, до 6 лет бесплатно. Взрослый 500 рублей. Льготы для многодетных семей и для инвалидов при предъявлении документов. Нижняя станция работает с 9 до 17, по факту до последнего клиента. Верхняя станция работает до 18. Вообще на самом деле она работает почти до ночи, пока стоит вся очередь. А очереди здесь на спуск большие. Если спускаться, подниматься на машинах, стоимость такая же. То есть вы покупаете внизу только наверх и наверху покупаете билет уже вниз. Данная канатная дорога является трехкилометровой. Ее начали строить в далеком 1967 году. Открытие состоялось в 1988 году. Прогулка на фуникулере занимает 15 минут. Для тех, кто не боится высоты, это лучшая возможность насладиться видами на побережье и Ялтинский соповедник. Так, ребятки, я ненадолго прерываю выпуск. Хочу вам рассказать про то, что у нас есть свой авторский гайд. Мы пропутешествовали по Крыму множество раз и продолжаем это дело. Постоянно допиливать его и внося туда рекомендации, новые геолокации, лайфхаки и так далее и тому подобного. Цена гайда всего лишь 490 рублей. Приобретайте и пропутешествуйте Крым с легкостью и налегке. А теперь давайте заново туда. Далее, ребятки, это подвесные мосты. Пожалуй, визитная карточка горы. Многие едут на Айпетре только из-за них. Подвесные мосты на гору Айпетре в Крыму были построены в 2015 году. То есть такая свежая локация. Это одно из самых популярных экстремальных развлечений среди туристов. С высоты более 1200 метров открываются фантастические виды на большую часть южного берега Крыма. Синее море, бескрайние леса и узорчатые скалы. Ощущения создаются самые яркие. Кажется, что завис в воздухе, высоко над землей, либо Париж над пропастью. И да, сюда решится шагнуть далеко не каждый. Если у вас полно заряда экстрима, то, конечно, велкам. Протяженность 42 и 47 метров. Здесь действуют ограничения по возрасту. И сюда можно шагнуть, начиная с 12 лет. Стоимость на данный момент составляет 700 рублей за два моста. Следующее и, пожалуй, тоже экстремальное развлечение, на которое также недалеко не каждый отправится. Это троллей. Он же зиплайн. В общем, это такой натянутый трос. Вы садитесь в кресло. Кресло прицеплено еще одними тросами к этому основному тросу. Вас отпускает инструктор. И вы полетели. Полет над лесом. От площадки возле зубцов до автодороги возле канатной дороги. Работают там три линии, так что стоять в очереди, в принципе, не придется. Длина, представьте только, почти один километр. Действуют ограничения по весу от 45 килограмм до 90 килограмм. Один километр. Пока вы порезе в воздухе, вы насладитесь потрясающими видами. Вас покрутит вокруг своей оси. В общем, удовольствие нереальное. Зиплайн, он же троллей, это классное развлечение. Стоимость, кстати, здесь на Айпетре полторы тысячи рублей. А следующая, ребятки, пожалуй, локация, это для действительно оторванных людей. Роуп Джампинг. Как я понял, года 4-5 назад здесь эта развлекушка уже была. Но по-моему, ее закрыли и вот в этом году ее снова открыли. Ну, по крайней мере, на всех площадках это как новинка горы. Не знаю. Кто точно в курсе, в комментариях? Вдумайтесь. Свободное падение 100 метров. Время падения свободного 5 секунд. Ну, а цена вопроса 5000 рублей. Действуют ограничения. Пускают сюда только с 18 лет. После прыжка вас встречает инструктор. И 15-20 минут вы поднимаетесь обратно к данным зубцам. Ну, а следующее, куда мы с вами перемещаемся на горе Петри, это небесная тропа. Та самая, про которую говорили и которую ждали пару лет. Должна была быть стеклянной, как в Китае, ну, то есть под ногами. Но что-то пошло не так. Тропа железная. На следующий год планируют сделать пару стеклянных вставок. Сейчас вместо стекла там фанера. Протяженность 350 метров. Включает в себя два подвесных моста 30 и 80 метров. Стоимость прохождения 2000 рублей с человеком. Тропу проходите с инструктором. Маленькими группами. Много кто ходил по данной тропе. Здесь мнения разделяются. Кто-то, вау, как же это великолепно и как же страшно. А кто-то проходит и говорит, ну, вообще так себе, ничего страшного нету, потому что ты полностью в страховке. И здесь нереально упасть. И все очень сильно оборудовано. И тропа, в отличие от подвесных мостиков на зубцах, она даже не трясется. То есть, по сути, не создает никакого экстрима. Я не ходил, но очень хочу. Когда пройдусь, обязательно поделюсь с вами своими ощущениями. Чего только не придумают на нашем берегу. На Айпетре придумали аэроэкскурсию. Вы садитесь в кресло, смотрите в очках виртуальной реальности полет дрона над зубцами и канатной дороги. Это развлечение стоит 350 рублей, а время экскурсии 6 минут. В принципе, здорово. Если ни разу не пробовали очки виртуальной реальности, то еще и с дрона будет вам очень интересно. Также на Айпетре можно посетить пещеры. Да-да, на Плате есть 3 оборудованные пещеры. Это Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка. Стоимость 300 рублей взрослый, 200 рублей детский. Дети начинаются от 7 лет до 14. Я, конечно, очень жутко боюсь этих природных закрытых пространств, поэтому я в пещерах пас. Ну, не то, что пас. Я, конечно, схожу, но долго буду собираться. Также на Айпетре можно покататься на верблюде. Когда мы были на Айпетре, здесь был только 1 верблюда. В этом году аж целых 3 и 1 малыш. Если решите покататься, то придется заплатить 500 рублей за 5 минут. Также здесь можно покататься на лошадях. Вот такие прогулки я точно рекомендую. Цена на 30 минут варьируется от 800 до 1000 рублей. Ну и в заключении на Айпетре можно погонять на квадриках. В квадрике можно сидеть вдвоем, управляете им самостоятельно. Инструктор едет рядом. Так, стоимость 2000 рублей за 1 квадрик на 30 минут по заповеднику. Эмоции 100% будут у вас зашкаливать. И такой аттракцион вы запомните надолго-долго и будете вспоминать с приятностью. Слушайте, ну не знаю как вы, но я лично кайфанул от этого выпуска. Мне кажется, эта подборка настолько ценная. Вот будете в Ялте, просто пробедитесь по всем этим местам на этой вершине. Я уверен, вы вспомните наш канал и лично меня. Пишите свои комментарии, пишите как вам эти 10 мест. И если вы что-то из этого пробовали, то конечно же обязательно в комментариях напишите своё мнение, своё впечатление. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом минировке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok